всем привет рада всех увидеть сегодня у нас прямой эфир вот как у вас настроение у нас здесь идет дождик вот это моя дочка сейчас у нас будет эфир сон с ними пожалуй вот так вот садись она на звезда блога сейчас мы будем да хорошо мы сейчас будем месть обещать отлично ой прямой эфир я анонсировал эфир так юль маяк нити или маяк не не знаю как правильно так так юль не вижу юлю а вот он сам нашла сядь ровненько пожалуйста здравствуйте привет можно на ты? она правда сняется немножко можно на ты конечно же у меня тут по любови любовные дочку не видела целый день и она Сонь посмотри кто там посмотри там уже очень много привет 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 это такая милота это называется это называется домашняя самоизоляция и дети все просто вот она уже показывает как то вот познакомьтесь тетя Юля видишь какие у нее губы красные красивые у нас сейчас марафон красной помады у нас 500 человек в красной помаде у нас ходят настроение класс кстати красная помада повышает конверсию красная помада поднимает еще настроение поднимает энергию и конечно же конверсию в том числе точно да я кстати одно время прямо на вебинарах тестировала тему с красной помадой это нормально работало хорошо значит немножко убрала так ну что о чем сегодня поговорим у нас все спрашивают уже тему эфира тему у нас от чего зависит успех в бизнесе уходи да смотри давайте каждый расскажет о себе немножко давай ты расскажешь о себе чем занимаешься какая у тебя сфера и я потом о себе давай да катюш значит так я на самом деле 15 лет отработала в крупных корпорациях в юнилевере в шварцкопе в хайнсе и к бизнесу имею там прямое отношение долго активно в разных городах к делам продаж и всего остального и там после рождения ребенка у меня ребенку сейчас восемь с половиной лет ушла в знаешь такую помогающую эзотерическую психологическую расстановочную деятельность и на бизнес стала смотреть не только с точки зрения бизнеса там построение команд воронок маркетинга стала смотреть на это еще и с точки зрения энергии и вот этих вот всех историй родовых я в базе своей расстановщик и скорее всего я буду сегодня говорить о том как бизнес и наши родовые системы связаны потому что например имея конфликт с начальником или ища постоянно конфликт с начальником мы ищем например папу и любви папы которого мы там в детстве недополучили и тогда мы можем специально иметь конфликт с руководителем для того чтобы он нам давал какую-то энергию да отцовскую или любил или наоборот перед мамочкой все время заслуживает любовь то есть вот я бы сегодня поговорила о бизнесе как о системе которую мы семейную систему тащим в бизнес а потом обижаемся плохой начальник зарплату не дал там плохая начальница которая по головке не погладила вовремя и мы очень часто что у меня с голосом вот многие спрашивают что с голосом у меня врожденный голос достаточно такой вот хриплый это как знаете я всем всегда говорю просто есть много новых людей будет да видимо двоих я сразу подговорю про голос когда мне было пять лет я рассказывала стишок на новый год перед дедушком морозом дедушка морозку сделала вот так и сказал ничего себе юная фаина раневская у меня харизматичный такой голос при том что я никогда не курила никогда не пила вот он у меня такой врожденный чтобы все меня запомнили просто очень часто мне задают этот вопрос как-то видимо здесь так и я бы со своей стороны как расстановщик как психолог который работает по всем вопросам вопросам бизнеса вопросам не знаю семейных отношений вопросам секса денег вот именно с точки зрения нашего бессознательного нам иногда кажется что это могу заработать больше денег например и там злюсь на коллег на себя на руководителей а на самом деле у тебя есть кто-то раскулаченный в семье какие-то раскулаченные родственники тебя просто жуткий страх зарабатывать больше и тогда как ты не старайся какие-то планы по продажам себе не ставь у тебя так или иначе ты делаешь все чтобы не дай бог этот план не выполнить недобогу денег больше не стало и вот эти вот вещи бессознательные они очень серьезно в том числе влияют на бизнес потому что вот эти вот семейные структуры правил эти бессознательные вещи они достаточно глубокие действительно часто нам не дают выполнять планы достигать результатов идти вперед обижаться на каких-то подчиненных обижаться на там коллег обижаться на своих руководителей и таких моментов там миллион разных там ну еще один из примеров там если у тебя есть нерожденный например ребенок и своих подчиненных будешь этого ребенка вкладывать и будешь все время его доращивать и обижаться что ребенок не растет да вот такие вот моменты они часто очень в бизнесе тоже резонируют и люди включая вот эту эмоциональность какие-то личные привязки могут получать результаты тогда и руководитель не может получать результаты потому что у него по большому счету получается детский сад работает да когда дети находятся в травмах мы из взрослых позиций попадая в детей мы работаем с детским садом и вот эти вот они обижаются двинуться не могут когда у нас детский сад мы глобальный бизнес на новый уровень вывести не можем поэтому я скорее вот с этого аспекта бизнеса могла поговорить на какие-то вопросы ответить потому что у нас действительно огромное количество бессознательных блоков страхов которые нам реально не дают двигаться вперед вот если так а у тебя какой результат то есть вот ты ведешь я так понимаю какие-то консультации да на эту тему ну например да то есть если там говорить когда я ушла или обычно я работала много в крупных корпорациях там менеджер по продажам я отвечала за россии страны снг какой-то момент ушла и стала там психологией заниматься и прочими вещами пошла в наемную была наемным тренером пока я была наемным тренером опять же если мы работаем в найме нам так или иначе у нас есть руководитель который нам дает зарплату как мама выходим к маме за борщом условно когда я полтора года назад ушла из наемного труда и стала сама двигаться у меня есть расстановки есть выездные тренинги у меня есть огромное количество марафонов то мой доход он вырос в десять сотни раз даже можно сказать на сегодняшний день там у меня миллионы не исчисляется там у меня одну не знаю какие примеры привезут там тренинг на бали вот сейчас например отменился из-за коронавируса у меня по возвратам например идет сумма миллиона то есть один проект такие суммы выходит там марафоны на которых тысяча шестьсот человек и опять же здесь вот месяц у тебя какой оборот месяц какой у тебя оборот принято обороты доходят от трех до четырех миллионов в месяц на сегодняшний день бывает бывает значительно больше в этом истории где полято мы проседаем в среднем 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 берем там понятно то есть у тебя получается проект и помогаешь людям достигать результата за счет выхода за свои какие-то да там не знаю границы или за счет обращения в прошлое понимание своей психологии да такого да если говорить то мы реально живем из двух процентов нас физически всего два процента остальное это все травмы блоки личностные какие-то непринятия и прочее 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 и глобально вот все что мы делаем мы на два процента делаем из себя настоящая остальное там что было у мамы с папой потому что так или иначе у нас глазки мамы носик папы и что там у них было что они тебе в детстве говорили что им говорили их родители и прочее да здесь однозначно так ну я расскажу про свой опыт наверное который у меня есть чем я могу быть полезна может быть тоже кто-то захочет задать вопросы может и захочешь я разбираюсь очень хорошо в отделах продаж это моя такая тема я номер один в россии по этой теме построила более пяти тысяч отделов из памятных проектов это lanit head hunter я вела их уже когда работала на себя и сейчас у меня в компании оборот больше ста миллионов рублей годовой чистая прибыль более 40 миллионов рублей плюс параллельно я инвестирую другие проекты у меня есть свое digital агентство сейчас мы инвестировали в прошлом году в него сейчас там чистыми получается 500 700 месяц плюс инвестирую по недвижимости инвестирую ну сейчас думаю инвестировать в стоматологии например ну в общем как уже инвесторы предприниматель мама двоих детей мама в декрете у меня младшему ребенку два года поэтому вот такие у меня результаты в прошлом году из забавных вещей наверное вот космополит они вышла со мной статья в корпусе было несколько упоминаний в комсомольской правде большая была статья со мной в общем я как бы в теме продаж в теме продаж в теме маркетинга у меня есть школа робов школа менеджеров и школа владельцев бизнеса именно по продажам по маркетингу ну кратко обо мне значит расскажи вот как ты считаешь наверное вот какие такие факторы успеха могут привести человека к результатам как у меня или как у тебя так если у меня муж сразу вопрос где найти это слабое звено в этой девушке да у меня есть супруг он тоже предприниматель мы у нас совместный проект вот мы вместе занимаемся он купил часть бизнеса за 12 миллионов рублей еще давно и мы вместе развиваемся с ним вот спрашивает там допустим сложно несложно да очень сложно вместе вести бизнес но тем не менее зато очень много общих тем вот расскажи вот как ты считаешь вот что приводит тем более женщин не сложнее мне кажется делать бизнес вообще женщин которые зарабатывают там больше миллиона рублей их очень мало в россии ну в основном все это колеблется от 150 там до 300 400 в своем бизнесе я имею ввиду по найму это еще меньше мне кажется у нас такая патриархальная страна я вот не раз сталкивалась даже с сексизмом по отношению к себе то есть меня некоторые клиенты не выбирали потому что ну как то странно учиться у женщины чему она меня может научить некоторые мне через какое-то время впрямую это говорили вот какие тут есть факторы успеха по-твоему ну давай только про женщин поговорим опять же вот я повторю что у меня есть лучше про всех говорить потому что ну вот просто ты не говоришь слово соска он других слов не знает мы ему сейчас должны рассказать как сделать результат ты просто говоришь про сексизм и здесь действительно это не только в стране у нас там если форбс посмотреть там 90 процентов все равно мужчин и опять я буду ссылаться сейчас не на бизнес а больше на какие-то вот эти бессознательные вещи потому как чтобы люди да 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 вот именно что что может тебе помочь делать больше результаты какие могут быть основные блоки вот смотри испокон веков даже вот прям начиная с самого создания мужчины и женщины у нас есть такая легенда когда еву сделали из ребра дама и вот глобально нас так даже учили я не знаю там ну и так везде там любое любой возьми религию везде так и вот испокон веков во всех родовых и кармических историях женщина все равно была такой больше обслугой у нее всегда была жизнь связана с мужчиной если нет мужчины рядом она не выживала и опять же если мы будем возвращаться вот в эти бессознательные вещи у нас бессознательно все наши бабушки прабабушки прапрабабушки кармические воплощения они четко понимали что мы на там наша жизнь зависит от мужчины и вот здесь нам самим даже сложно в это идти и пожалуй мы первое поколение вот мы которым дали возможность женщинам становиться свободными первое поколение который узнали что помимо его там была еще лилит которая была создана такой же как адам и мы первое поколение которое такие проламывать себе путь когда мы говорим мы сами самодостаточные мы сами свободны более того если говорить про сексизм почему ну, про секс, опять же, да, эта вот история, ты не могла сама, ты насосала, вот это вот, все вот эти истории, они очень активно действуют в бизнесе, да, я помню, я когда пришла в Хоум Кредит Банк работать, меня взяли на очень высокую позицию, все мужчины, которые мне подчиняться начали, они, она аффилирована, она насосала, хотя я четко пришла из хэдхантера, четко за мои заслуги, и вот это опять откуда идет? Это опять идет на вот этих родовых историй, потому что действительно всегда плата за жизнь была, секс, борщ, и поспать рядом, то есть женщина реально испокон веков была такой, и у нас вот эти вот все родовые кармические программы, они очень фонят, то есть там вот стоит огромное количество женщин за нами, которые так жили, и у нас действительно... Что с этим делать? Скажи, что с этим делать? Что с этим делать? То есть вот какой... Вот сейчас расскажу. Вот первый шаг к этому, это хотя бы это осознать, что раньше действительно было так, для нас мужчина был жизнью, и мы должны были его обслуживать. Почему? Потому что мы жили в пространстве недостаточности, не было ресурса, там, воевали за территорию, за все-все-все, это делал мужчина. Важно увидеть, что мы сейчас живем в тотальном пространстве изобилия. Это я вот люблю, знаешь, как сравнивать, как шведский стол. Если раньше у нас были хлеб по талонам, я помню эту историю, когда я ходила по талонам, хлеб покупала, то сейчас мы реально попали в территорию, где шведский 100, есть все. То же самое относится вот к женщине. Мы сейчас можем быть одни, даже без мужчины, и выжить. Вот это вот важно увидеть, что жизнь с мужчиной сейчас никак не связана, и мы можем двигаться, идти вперед, заявлять о себе. И если идти дальше, то есть первый шаг, это осознать, что мы живем в другое время, когда женщина может выжить без мужчины. И если нам кажется, что мы без мужчины умрем, важно говорить, это вам не говорят прошлые воплощения и мои родовые программы. У меня по-другому. Второе, что очень важно здесь еще сделать, если идти прям в личностную часть в наше детство, у нас действительно наши мамы, они дочки наших бабушек и дедушек. А там что было? Там были воины, и у наших мам есть такая история, где я сама. Почему? Потому что я так маму воспитывала. Потому что бабушек все ушли на войну, осталась она одна, и я сделаю сама. И наших мам воспитывали я сама. И мы тогда вырастаем в состоянии, когда я должна все делать сама. И здесь в этом плане тоже очень такая серьезная история, когда мы забываем о нашей мужской части. То есть мы вытесняем папу. Если вот прям логически идти, у нас получается у многих девочек нашего поколения есть тяжелая история с папой, где папа был вытеснен, где был развод, папа ушел и прочее. Тогда что получается? У меня нет папы. А когда у меня внутри я иду, и нет понимания, что у меня есть мужская часть, вот эта вот мужская, тогда я боюсь идти больше зарабатывать, больше достигать, двигаться. И я вот здесь тоже очень люблю напоминать женщинам в том числе, что мы точно так же, у нас есть внутренний мужчина, а внутренняя женщина всегда есть папа внутренний. И мы также можем идти и заявлять о себе, можем двигаться, можем достигать, потому что успех, деньги, достижения, они напрямую связаны с нашим отцом. И то, какие у нас отношения с папой, они напрямую влияют на то, насколько я не боюсь пойти достичь. Почему? Потому что мужская энергия, она генетически, знаешь, как эти сперматозоиды, они бегут и 10 миллиардов побеждают. То есть эта мужская энергия, она как раз-таки заточена на то, где я могу всех обогнать и быть первой. А я слышала вот, что у мужчин с мамой, да, такая же какая-то тема? Типа, если мама не любит что-то их, то у них там... Не-не-не, у мужчин там другая история. У мужчин, опять же, наше поколение мы берем. Что с мужчинами? Там опять сильные мамы, и они мальчикам волю ломают. То есть они их воспитывают, то есть жесткие материалы, которые я сама мать, они мальчикам ломают волю в детстве. То есть она жесткая, то есть ей надо быть и мужиком, и женщиной. И у них есть история, где женщина их ломает. И они тогда становятся, знаешь, ну опять, я здесь люблю генетические вещи приводить, ну такие на полшестого. То есть у них эта воля сломлена. А воля для мальчика, для физического, это третья чакра манипура, это как раз-таки опять деньги, границы, достижения и прочее. И вот, к сожалению, мы вот такой, с одной стороны, к сожалению, с другой стороны, к счастью, мы такое поколение, где у нас уже есть возможность быть партнером на равных, и выбирать себе партнера, не потому что он тебе жизнь дает, дом дает, деньги дает, условия дает, а выбирать, потому что мы одинаковые, и нам вместе классно лететь. С одной стороны. С другой стороны, у нас реально есть травмы детства, где мы там не в контакте с папой, потому что папа ушел, пил, развелись, и там прочие истории. Мы в контакте только с жесткой мамой, которая перекачана, и тогда мы боимся вот этого, ну потому что, знаешь, если взять эту мужскую, женскую внутреннюю энергию, все равно сперматозоид, он быстрее бежит. Ну потому что он быстрый, и 10 миллиардов побеждает. И когда я вот этот контакт боюсь, я и боюсь идти, одна в бизнес уходить, очень страшно, мне легче поработать в найме. Я боюсь пойти сказать, моя консультация стоит 100 тысяч рублей, потому что у меня нет вот этой быстроты, нет желания достичь. Вот это вот очень важно понимать. И вот если срезюмировать, что я сказала, первое важно увидеть, что мы живем в пространстве изобилия, и мы можем реально все себе позволить, и миллионы, и миллиарды, и там инвестировать, и там на каналы ходить, выступать, да, потому как все, ну реально, когда было такое возможно? Вот мы там с тобой сейчас общаемся, огромное количество людей увидят этот эфир, когда такое было, такое информационное пространство, такое изобильное пространство, когда мы можем пойти устрите в магазине купить, там через дорогу. Второе важно помнить, что у нас есть родовые кармические истории, которые дают нам травмы, и там же, опять же, вот я с чего начала эфир, если там были раскулаченные, или убитые за деньги, или за известность, а такие всегда были, там, не знаю, любой царь, его за известность загубили, любой там какой-нибудь богатый человек, его раскулачили, какой-нибудь Робин Гуд пришел, и нам тоже страшно идти в успех, в известность, это тоже важно убирать, что это было в прошлом, и видеть примеры, как сейчас, хорошо. И третья история, видеть, что твои родители все равно в тебе, и они тебя очень любят, независимо от того, в каком ты контакте с ними была в детстве, или был, важно видеть, что вот каждое утро вставая, на тебя так иначе смотрит папа, и он тебе дает вот эту энергию достижения, победы, движения, и мама, которая дает тебе возможность любви, креатива, и все это объединять. Вот если так вот кратенько про личностную часть, и про то, про себя идентифицирую, про свою идентификацию, то вот эти вот такие базовые вещи, которые действительно позволяют на новый уровень выходить, они не боятся, не знаю, там берут классные... Так, ну я могу сказать, например, следующие вещи, вот которые лично мне помогли, как предприниматель, у меня тоже были разные там, и потолки, и так далее, и вот с психологической точки зрения у меня была следующая проблема, это первая проблема, которая была, это то, что мне казалось, что уже даже 300 тысяч рублей, это много. Вот поставьте цифру один, у кого есть такая проблема, что в принципе не было примера какого-то глобального дохода, я знаю, это 98% людей, на самом деле, у кого родители, ну просто там работали по найму, или даже если были предпринимателями, ну вот в частности у меня, да, мама была предпринимателем, но все равно это были какие-то такие более-менее, ну скажем, доходы, или может они недолго длились, и потом пришел там кризис 98-го, все развалилось там и так далее. И вот как я с этим работала? На самом деле мне очень сильно помогло окружение, то есть вот с точки зрения того, с кем ты общаешься, это очень важный момент, и я помню, мне в какой-то момент очень повезло, у меня появился такой клиент, у которого капитал был, ну миллиард рублей там и больше, и так получилось, что я ему стала интересна, как консультант по продажам, и мы стали с ним общаться, и на самом деле он помог мне, благодаря тому, какой у него уровень нормы, то, что он хочет, какие он ставит себе цели, выйти немножко на другой потолок. Другой у меня кейс тоже был, это в Сколково, я была спикером, я выступала в бизнес-школе Сколково на стартап-академии, и там был менторский клуб, его тогда только сделали, у меня появилась возможность взять себе ментора. Я тоже взяла себе ментором человека, у него состояние в рублях было 9 миллиардов рублей, и как бы получилось так, то, что он помог мне как раз решить вопрос с партнером, попрощаться с ним, объяснил, как что делать, ну в общем-то, очень серьезно тоже повлиял, поэтому вот первый такой совет от меня, наверное, который был, вот как стать успешным в бизнесе, это создать себе правильное окружение, но не в формате, что, эй, ты кто там, давай мне советы раздавай бесплатно, а в формате, когда вы тоже становитесь полезным человеку, вы ему отдаете, и после этого у него возникает желание тоже вам что-то отдать взамен. Если вы работаете в маркетинге, отдайте про маркетинг, если в бухгалтерии, отдайте про бухгалтерию, если вы разбираетесь в каких-то международных рынках, тоже можете отдать, но самый главный принцип в нетворкинге, это сначала отдать, потом получить. К сожалению, очень многие люди, даже когда приходят на вебинары, на мастер-классы, даже вот сейчас в эфире, пришли вроде бесплатно слушать, но в первую очередь хотят себе что-то отхватить, себе что-то забрать, цапнуть себе, хапнуть, и вот так, конечно, в жизни не работает. Чтобы получать, нужно отдавать взамен. Сначала отдавать, причем бескорыстно, и потом получать. Это важный момент. Потом еще, наверное, еще два совета скажу, и потом к тебе обратно перейдем. Значит, второй интересный момент, вот который мне очень помог быть успешным в бизнесе, это просто бенч-маркетинг. Что я рекомендую? Если у вас бизнес в какой-то сфере, что вы можете сделать? Значит, находите маркетологов, которые занимаются вашим же бизнесом, но у конкурентов, либо в смежной сфере, например, продают субституты, вы чай, а не кофе. Находите коммерческих директоров. Из этой же темы. Допустим, ты занимаешься своей темой, такой мягкой нишей. Ты можешь взять маркетолога или коммерческого директора из этой ниши, и просто, типа, ты приглашаешь его на интервью, типа, у тебя миллион рублей в месяц зарплаты, которую ты согласна за это платить, и за это ты узнаешь на собеседовании максимальное количество информации про эту нишу. То есть, вот я не сторонник придумывать что-то своего, я сторонник взять и повторить, как то, что делает. Как мне это помогало? То есть, я благодаря этому развила Инстаграм. То есть, я нигде не обучалась, но с Инстаграма пять миллионов в месяц выручка, да? То есть, опять-таки, как я это сделала? Ну, я просто пообщалась с теми людьми, у кого классный Инстаграм, спросила, как ты это делаешь, они мне рассказали, я просто сделала точно так же. Я с ними не спорила, не говорила, что это не работает, я просто делала и все, да? И точно так же у меня было с e-mail маркетингом, с SEO, с вебинарами, много-много с чем. Поэтому вот я рекомендую, вот как стать успешным? Просто узнать более успешного, как он это делает и повторить то же самое. Все, это самый простой, как бы кажется глупый метод, мне все говорят всегда, Кать, ну это ж понятно. Но вот знаете, 98% людей не делает эту историю. И последний такой важный момент для предпринимателя, мне кажется, ну из текущих советов, три таких ключевых, это то, что мне все время помогало делать результат, это мои цели. Вот очень важно вот в этом состоянии изобилия не дойти до того момента, когда тебе реально достаточно. Я это называю синдром пинхаусов Чебоксара. Почему я так называю? У меня был интересный кейс, один раз я познакомилась с предпринимателями и они занимались внедрением Мамы СРМ. И я спрашиваю у них, сколько у вас стоит? Они говорят, 15 тысяч рублей. Я говорю, ребят, что так дешево? Все делают по 50. Они мне говорят, да нормально, нормально. Я говорю, поднимите цены в два раза. И вот мы бодаемся, бодаемся, бодаемся. Я им объясняю, что надо поднять цены. Они говорят, да им нормально. И в итоге мы доходим до того, что я спрашиваю, а что у вас результаты какие? И они мне говорят, да мы тут в Чебоксарах купили себе пентхаус с видом на Волгу. Я говорю, а сколько он стоил? Они говорят, 4,5 миллиона рублей. И тут я понимаю, что мне просто, ну как бы получается, я с ними бодаюсь, а реально, то есть, ну, что бодаться? У них уже все есть, им нормально. И вот, к сожалению, 90, опять-таки, процентов людей, которые живут в регионах, у них вот такой низкий уровень нормы, такие маленькие цели, что они, купив квартиру в ипотеку, купив себе просто какую-то машину типа БМВ или Мерседес, все, у них жизнь удалась. Я считаю, что, ну, это, конечно, не у всех, еще раз повторюсь, что это не у всех, да, кому-то уже больно, вижу там, кого-то это задело. Это не у всех, конечно, ребят, но у большого числа людей, у меня серьезная выборка предпринимателей, я примерно 100 тысяч регистраций на вебинары в год, то есть это перед кем я выступаю, это очень большое число. И у меня через школу проходит 1200 человек, то есть это с кем я вообще прям глубинно общаюсь, и, конечно же, это грустно, поэтому я могу сказать, что очень важно ставить себе амбициозные цели. Вот я рекомендую прям на эту тему прочитать книгу, которая называется «Будь одержим или будь как все», который написал Гранд Кордон, он долларовый миллиардер, и еще у Брайана Трейси на эту тему очень много, и прям вот это действительно помогло, действительно помогло мне, и я вам советую также этим воспользоваться, потому что это очень простые советы, которые можно сделать буквально за одну неделю, то есть поставить себе цель. Очень важно, чтобы вам, как предпринимателю, было интересно и мотивационно то, что вы делаете. Просто деньги не мотивируют. Я вот могу сказать по себе, что пассивный доход 5 миллионов в месяц, вот такая цель, мотивирует хуже, чем собственный дом тысячи квадратных метров с бассейном. То есть это, ну вот как-то необъяснимо, поэтому должна быть какая-то такая мотивирующая цель, для чего вам это? Может быть, это для образования детей, может быть, передать им какой-то бизнес, может быть, доказать что-то кому-то и так далее. Вот, и еще, кстати говоря, две книжки, может, ты знаешь эту женщину прекрасную. Марина Мелия, есть такой психолог, она самый высокооплачиваемый консультант в России, 3000 евро в час она зарабатывает, она консультирует Фридмана, Галецкого, ну, такого уровня людей, и она реально крутая. Я рекомендую две книжки у нее, «Успех, дело личное», прочитать, и «Бизнес, это психология». Это тоже про то, как изменить свои мозги, про то, как мыслят миллиардеры. То есть, что на самом деле проблема, действительно, она внутри. Я, когда прочитала эти книги, у меня изменилась парадигма, я четко поймала сценарии, которые у меня были заложены. Кстати, ты, наверное, тоже, да, про сценарий можешь рассказать. У меня прям очень много, у меня, причем, есть один, ну, как позитивно влияющий сценарий, внешний враг он у меня называется, то есть, мне должен быть внешний враг, когда он у меня есть, я прям сильно расту. Вот, а был и негативный сценарий. То есть, я хотела всем выплатить зарплату и сама ничего не зарабатывать. Расскажи про сценарий, мне кажется, очень интересная тема, как это влияет вообще на успех и как это разрушить. Может, у тебя тоже есть какая-то информация. Смотри, вот то, о чем я говорила, да, изначально, так или иначе, сценарии, программы, они там влияют напрямую, то есть, например, опять же, если взять какую-то из программ, там, мамину, если повторять, если мы там пойдем в бизнес, опять же, там вспоминаем МММ, вот эти вот банкротства, вот эти воровства, если у нашей мамы, например, или у папы была история, или у бабушки в том числе, была история, где она вложила деньги и потеряла, и там уже неважно, во что, мы идем в нашу жизнь, мы находим любые варианты, чтобы куда-то вложить деньги, и что-нибудь обанкротилось. И тогда мы смотрим, а программа повторяется, она может даже повторяться до возраста человека. Как сделать, чтобы не повторялось? Как все-таки вот пойти другим путем? Смотри, однозначно это работа с психотерапевтом, ну, или расстановщиком, или там, хотя бы какие-то должны прийти осознания, если вот вы сейчас смотрите эфир, вы хотя бы должны сами это увидеть. Понятно, мы сейчас про бизнес, но эти истории там про разводы в том числе, да, если мама развилась 34 года, то, скорее всего, ты можешь взять мамину программу. Почему? Почему это происходит? Из лояльности к маме. То есть ты там жила девочка, мама там потеряла большие деньги какие-то на там акциях ММН. Что там произошло в этот момент? Ты видишь, как маме плохо, и ты берешь и разделяешь мамину судьбу. Ну, просто вот... У меня такого что-то не было. Вот у меня мама предприниматель в 98-м году, значит, они решили открыть продуктовый магазин, заняли в долларах деньги, в товар вложили, потеряли кучу денег. Вот. И как-то у меня такого не было. Почему? Я понятный помню. Что смотри. Понятно, понятно, что там может многое накладываться, там нерожденные братья и сёстры, которые могли взять, родные братья и сёстры, которые могли взять. Может быть, ты просто не в контакте с этим. Если ты посмотришь на свой бизнес, на свою историю более близко, может быть, ты увидишь, где ты это отработала, каким образом ты это отработала. И может быть, вот эта история, ты мне говоришь, у меня негативный сценарий, где я раздавала людям, себе ничего не оставляла. Да, это от чего может быть? Ну, смотри, вот ты прям историю рассказываешь. Родители потеряли. А что значит потеряли? Отдали кому-то другому. То есть у кого-то эти деньги остались. Где-то же эти деньги есть, потому что у нас запас денег, он един. То есть, в принципе, может быть, ты как раз-таки из лояльности к маме делала то же самое. Оставалась в том состоянии, в котором была мама. Ну, немного на другом уровне. И вот это прям важно, вот эти все детали видеть. Потому что, когда вы там приходите, говорю, что там моих много на консультацию, мы начинаем разбирать, и мы видим. Тогда была маленькая девочка и видела, как маме с папой плохо, потому что они потеряли деньги. Ты берешь судьбу мамы. У нас в 90% случаев травмированные истории, где родителям было плохо, ребенок хочет взять на себя. Он очень хочет помочь родителю. Вот я сейчас воспитываю там Макара, у меня родственник 8,5 лет. И есть такие разрешающие фразы, когда мне там плохо бывает, знаешь, плачу, сижу. Макар приходит, такой, мамочка, что ты плачешь? Там есть разрешающая фраза. У тебя своя судьба, у меня своя. Я большая, а ты маленький. Твоя задача быть просто счастливым и здоровым. А я большая, мы с папой справимся сами. Мы с папой справимся сами, потому что мы большие, а ты маленький. А мы из маленькой части берем эту боль на себя, вот если к нам. И видим, что маме плохо, она деньги потеряла, она обанкротилась. И мы эту судьбу берем на себя, бессознательно. И потом переходим уже во взрослую жизнь и хотим это отработать, чтобы мамочке стало легче. Любыми... У меня мама не плакала. Я этого не застала. Она просто такая, ну ладно, нормально. То есть у меня мама такая была бодрячком она, в принципе. У меня мама, вот, кстати, что интересно, то, что мне, а вот я о чем жалею еще в жизни, мне мама, после того, как она была предпринимателем, она поняла, что это очень тяжко. Ну, все согласны, что быть предпринимателем это тяжелая работа. Вот поставьте цифру 2. У кого есть ощущение, что вы постоянно решаете какие-то проблемы, у вас увольняются люди, потом вам надо их нанимать, их надо оформлять на работу и так далее. Если у кого-то есть такое, поставьте цифру 2, потому что мне, например, вот я могу сказать, что вот эта ответственность предпринимательская, ну, реально кажется тяжело. Особенно, когда у тебя такой уже бизнес достаточно большой. Вот. Я помню, у меня был один предприниматель, у него что-то расходы в месяц составляли 100 миллионов рублей. А прибыль была что-то в миллион. И я думаю, боже, какая жесть, это реально тяжко. Ну, стресс. Вот. И мне мама, после того, как она это пережила, и я понимаю, как женщина, она говорила, Катя, только не становись предпринимателем. Это очень рискованная тема. Это очень вообще там плохо. То есть, и она говорит, иди в банк. Иди в банк. Банк это надежно. В банке много платят. Значит, пойдешь в банк, будет все отлично. И я, короче, вот что я сделала. Представляете, мне исполняется 19 лет, и вместо того, чтобы заниматься своим бизнесом, я пошла в банк. В банке люди долго удивлялись. Я работала по 12, по 16 часов в день. Меня все спрашивали, Кать, почему ты не занимаешься своим бизнесом? Почему ты здесь, по найму, вот так вот фигачишь? Зачем тебе это нужно? И я такая думаю, ну странные люди так же, все вроде работают, это же нормально. Вот. И потом, уже когда я стала предпринимателем, я поняла, что у меня изначально, вот это был мамин предпринимательский подход. Я его использовала в этих банках. Я построила там карьеру. И когда я стала предпринимателем, я думаю, блин, нафига я там так работала, вот действительно. Но никто же не работает по найму столько много времени. И вот здесь, да, здесь мама, она мне четко сказала, только не это. И я только не это. И вот в итоге я потеряла, я потеряла примерно 6 лет, работая по найму. То есть я в банках 4 года, и потом еще в компании по сертификации. Мне страшно было уходить сразу в свой бизнес. Я не знала, чем заниматься. Я пошла в сертификацию, чтобы был некий генеральный директор, чтобы проверить как бы гипотезу. Я увеличила выручку 700 до 20 миллионов в месяц за полтора года. И после этого я сказала, все, я точно смогу. И после этого я открыла свою компанию и начала сама развиваться. Но опять-таки я все время искала партнера. Я не могу вести бизнес одна. Мне надо все время, чтобы кто-то со мной был. Вот расскажи, кстати говоря, это, наверное, тоже какая-то тема. Да, это тоже тема. Ну давай сейчас прям вот, знаешь, закончим твоей историей. То есть смотри, что произошло. Прям вот из того, что ты рассказала, то, что видно. Первое, я хотела быть хорошей дочкой, и я пошла в банк. Да. То есть ты там отработала в банке, потому что, ну, надо быть послушной дочкой, чтобы мама радовалась. Второе, я поняла, что я хочу доказать маме, что предпринимательство это не так сложно. И тогда спасибо, моя мама, что ты мне все это организовала. Но опять же, видишь, ты берешь судьбу маме, маме тяжело в предпринимательстве, ты берешь это и делаешь легко. Ты как будто помогаешь маме, чтобы ей стало легче. И вот в этом нет ничего плохого или хорошего, потому что, ну, глобально мы вот там, если говорить про миссию, про зачем мы пришли в мир, мы так или иначе приходим что-то важное людям дать, да, там, ты сейчас что-то важное даешь. Как тему с партнерами решить? Смотри, у меня всегда в бизнесе есть партнеры. Я не могу делать одна. Это, мне кажется, какая-то история, связанная с тем, что я что-то не могу одна. И с детства, да, то есть какая тема или нет? Любая тема с партнером, это я ищу опору и поддержку. Опять ищу маму, папу. И если у тебя партнеры мужчины, мужчины, значит, папа там. Да. Так, и что это значит? Папа. Значит, там папа, я ищу сильного папу. Ну, то есть вот этого. Каждый раз, когда ты хочешь притащить себе в бизнес мужика, ты хочешь найти сильного папу, который возьмет на себя, который придет и скажет, тебя там никто в детском саду не обижает, тебя там никто в школе не обижает. Тогда ты что делаешь? Ты бессознательно каждый раз ищешь папу, который если что, придет, нам переговоры скажут, вы что, херели, катего, бежать? Мою дочку никому не трогать. Вот это история. И опять же, если говорить про бизнес, ища папу, что происходит? Вот я опять становлюсь маленькой, и тогда опять у меня денег не так много, да? Потому что я всегда говорю с детской частью. То есть, в принципе, у тебя есть возможность зарабатывать в разы больше, если ты будешь сама. Потому что как только я ищу папу, я падаю в детскую позицию, а детям денег на мороженка. Да, как только мы упали в состояние, где я от кого-то завишу, где я папу ищу, например, денег на мороженка. Поэтому, если ты там сегодня поймешь, что твой папа в тебе, и каждое утро будешь подходить к зеркалу и видеть папины глазки, папин носик, и поймешь, что папа внутри тебя встроен. Он тебя очень любит, и он очень сильный. И он, если бы он ходил за тебя заступался, ты бы такой звездой и активной, и популярной бы не была. И он это делал в том числе для тебя, чтобы тебя вырастить. Потому что у нас, знаешь, есть такая история с родителями. У нас у мамы любовь безусловная для ребенка всегда. Мама любит просто так. А у папы любовь, как мы говорим, условная. Для чего? Для того, чтобы ребенок рос. И самый большой рост мы приобретаем, когда у нас появляется папа. Или не появляется. Потому что, когда папы нет, мы понимаем, я сама должна достичь, папы нет. И тогда мы растем. И вот то, что его не было, для тебя дало возможность к росту. Ты выросла. А если ты сейчас увидишь папу везде, в каждой клеточке своей, скажешь партнеры, у меня уже есть папа, тогда ты сможешь бах и еще больше рвануть. Еще круче вырасти. Потому что папа твой внутри, сила твоя внутри. И ты сама можешь прийти и сказать, Катю не трогать, ну, пошли нахрен. Ну, вот условно, да? То есть по энергии на это смотреть. Поэтому партнерство, это всегда, мне нужна опора. Мне нужна, на кого я обобрусь. Опираемся мы с правого плеча. У меня, кстати, я могу сказать, что в бизнесе, вот когда муж пришел, у меня реально стало лучше. Ну, вот, Катя, здесь тоже такая история. Главное, чтобы муж тебе не отыгрывал папу. Потому что мы реально часто папу ищем и в партнерстве. Я имею в виду, в партнерстве семейном. Потому что если он папа, то я здесь маленькая. Здесь, да, плотный союз. Я здесь дочка. Но здесь тогда контакта, как вот мужчина-женщина, там, секс, вот это вот кайф, вот это когда мы немного теряем. И здесь тоже важно помнить, что есть папа, есть партнер и есть детки. Да, то есть я не могу быть ребенком-партнером, я не могу быть мамой-партнером. У меня есть три роли, ну, у всех три роли. Партнер-партнер, родитель-ребенок и ребенок-родитель. И вот здесь тоже очень важно не путать эти роли. И в бизнесе тоже. Вот мы когда в бизнес идем, здесь тоже важно роли не путать. Где у меня начальник, где подчиненный. Если у меня есть начальник, и он сказал, девять на работе, значит, нужно выполнять правила, а не говорить, я ведь уже в продажах столько работаю и не слушать своего руководителя. Да, это тогда я не слушаю вышестоящую систему. Это вот когда люди начинают, это плохо, тот плохо, я такой умный. Ну, если ты такой умный, что ты такой бедный, хочется иногда сказать, потому что здесь опять нарушение иерархии. Очень важно, что в бизнесе, что в семье вот эта иерархия. Как вот знаешь, если про семью говорить, в семье папа главный, папу нет, мама главная, маму нет. Старший ребенок, средний ребенок, младший ребенок. И вот здесь такая тоже, если говорить про бизнес, тоже очень важна вот эта иерархия. Тогда энергия течет гармонично, и денег, успеха у компании значительно больше. Не знаю, ответила на твой вопрос, что делать, чтобы... Ну, так в целом ответила, но немножко непонятно. Ну, знаешь, я тебе могу прям упражнение сегодня выдать, если нет контакта с папой, и ты видишь, что ты в мужчинах, в партнерах. Бывает, мы ищем... Я просто не понимаю, позитивный это сценарий или негативный. Мне кажется, что благодаря этому я, в принципе, больше приобретаю, чем теряю. Потому что... А я тебе скажу наоборот. Нет. А я тебе сейчас говорю, как только у тебя появляется папа, ты маленькая, а тут меньше денег. То есть, смотри, ты сейчас встроишь папу в себя, и ты поймешь, что тебе не нужен уже кто-то. И ты становишься сама сильной. И ты идешь и зарабатываешь миллиарды. Десятки миллиардов. Потому что позиция становится сильней. Наличие партнера – это всегда про перекладывание ответственности. А как только я хочу уйти в другую ответственность, я маленькая. Всегда так. И вот здесь, если ты... Не, у меня связано наличие партнера с тем, что я не хочу сама разбираться в финансах, например, в управленческом учете. Ну, Кать, ну, это просто не моя тема. Ну, это директора, который будет у тебя в подчинении. Ой, они хреново работают. У меня были финансы. Ну, опять же. Вот это вот опять. Вот опять. Он плохой папа. Понимаешь? А это сильный папа, который еще круче меня. Вот просто посмотри. Я вот прямо сейчас дам тебе такие упражнения базовые. Если нет контакта с папой, говорю, в зеркало подходим, видим папу в каждой клеточке. Есть такое расстановочное упражнение, когда мы берем подушку, назначаем папой. Вот если папы прямо в детстве не хватило, расстановки, тогда мы назначаем фигуры. И прям спим. Уперлись в подушку и спим. Думаем, папа нас обнимает. Ну, и, соответственно, четко-четко-четко каждый раз вспоминать, что тебя бы не было без него. И он первый, если генетически смотреть, сперматозоид начал первое движение, чтобы ты появилась на свет. Если бы не он, ну, как бы не было бы нас. Никого бы не было. Потому что папа начал двигаться, достигать, побеждать. Победил ради своего ребенка. И тогда ты видишь силу папы, четкое понимание, что он крутой. И тогда тебе не нужны никакие партнеры, потому что у тебя папа охеренный, круче всех вот этих остальных. И он внутри тебя. И ты тогда видишь, что у тебя силы больше. И тогда не нужно... Достать цифру 2. У кого есть партнеры в бизнесе? У нас, на самом деле, многие хотят партнеров. Прям очень многие. Почему? Потому что у нас базовые детские травмы, они очень часто хранят. И это прям вот реально про посмотрите, куда вы перекладываете ответственность. Прям просто гляньте на это. Так, значит, что? Так, вот я вижу. Почему? А, вот. Мужчина даже какой-то ответила. Ты хорошо. Мужчины тоже отвечайте. Это не для женщин эфира. Это нам и тут просто... Нет, не для женщин. Я всегда говорю... Не для всех. У меня сейчас очень много тоже мужчин стало приходить в пространство на консультации. Я всегда говорю, я когда работаю, там нету темы мужчин и женщин. Ты все равно идешь фатально, там, 50% мужчин и 50% женщин. И тогда ты можешь больше. И тогда ты можешь больше создавать, достигать, добиваться. И людям больше давать ответственность. Так, ну что, я бы хотела еще рассказать немножко про энергию, наверное, для бизнеса. Вот откуда я ее беру. Давай. На самом деле, если говорить про меня, то первое, наверное, то, что меня очень мотивирует, это визуализация целей. То есть не только их поставить, но еще сделать какие-то картинки. Вот, например, первый у меня такой прям сильный толчок в доходе был, когда я захотела купить себе Audi TT и повесила просто ее картинку, такой оранжевый Audi, 24 года. Я тогда расписала себе план продаж, который мне надо выполнять для того, чтобы выплатить эту машину. И я реально это делала. Вот по найму я за год выплатила Audi за 2 миллиона 600 и, соответственно, получила результат. Второе, у меня точно такой же эффект сработал интересно, когда мы выбирали дом и когда я зашла в шоу-рум поселка и увидела, значит, там в детской комнате такой маленький флипчартик, и я себя сразу, я тогда была беременна первым ребенком, я себя сразу проассоциировала с тем, что вот у меня дочка, она с этим флипчартиком будет, как я, значит, вот как тренер в 3 годика там рассказывать, да. И меня это прям сильно замотивировало. Следующий раз, точно так же, когда я сделала дизайн-проект дома, она у меня сработала, потому что я смотрела на эти картинки, мне было тяжело работать, много надо было, да, потому что я прям такой ремонт себе сделала, который просто не могла себе позволить на самом деле на тот момент, но за счет того, что у меня были вот эти визуализации, я смогла немножко на другие результаты выйти. Следующая у меня такая же история, это была, когда я купила квартиру в Сити, и, значит, точно так же мне было тяжко, тяжко, тяжело и так далее, но я смотрела на визуализацию, и сейчас вот я планирую сделать ремонт, я снова себе сделала эту визуализацию, чтобы мотивировано работать за эту цель. Вот, поэтому, если у вас есть какая-то мечта, обязательно сделайте себе либо фотографии в телефоне, прямо на монитор, для того, чтобы они у вас были обоями, либо на компьютер, либо распишите себе цели просто на год, прямо в заметках, и каждое утро, когда вы просыпаетесь, обязательно заходите в эти заметки, либо смотрите на эти картинки, как бы тяжело не было, то есть посмотрев на эти картинки, у вас сразу будет энергия появляться. Вот, второй такой важный момент, это финансовые растяжки, вот это не для всех подходит, я очень часто пользуюсь кредитными продуктами, на самом деле, то есть когда что-то хочу купить, я беру что-то в кредит специально осознанно, хотя я могу там рассылочку выплатить и так далее, для того, чтобы чувствовать большую ответственность, и вот когда у тебя есть финансовые обязательства перед третьим лицом, это позволяет себе не останавливаться, вот допустим, во время пандемии всегда есть у тебя такой выбор, спрятаться, укрыться, начать прожирать деньги прошлого года, например, да, переждать, типа вот как даже некоторые блогеры писали, я офигенный предприниматель, я накопил за прошлый год 100 миллионов, и сейчас пришло время, когда я такой классный, буду их проедать, мне это понравилась мысль, я думаю, ого, молодец какой, весь год работал, чтобы за три месяца съесть, съесть свои запасы, вот, я считаю, это не очень правильно, когда у вас есть финансовая растяжка, вы не можете не делать, то есть вы понимаете, что у вас есть ответственность, и вам все равно, так или иначе, надо много работать, то есть у меня есть один знакомый, он на полтора миллиарда, у него бизнес в Санкт-Петербурге, и он специально потратил все деньги на дорогой дом, он купил себе дом за 150 миллионов, и говорит, ну все время были отложенные деньги, а сейчас как, ну 30 миллионов лежит, но это не то, не все, потому что бизнес большой, большие расходы, вы не представляете, он в эту пандемию сделал производство масок, начал их продавать, он сделал линии по производству масок, и начал их тоже продавать, мало того, он не закрыл весь свой бизнес, хотя он был в оффлайне, он там открыл продуктовые магазины внутри этих точек, понимаете, типа у него продуктовый магазин, но параллельно он продает свою мебель, поэтому вот финансовая растяжка это классный инструмент, но опять-таки это не стоит сразу брать кредит на 50 миллионов, да, потому что вы просто психологически не сможете, начните с малого, да, начните с какой-нибудь машины, с пылесоса, с какого-нибудь телевизора, начните с маленького, и потихонечку, потихонечку себя тренируйте, и развивайте в этом смысле. Кстати говоря, очень классным инструментом еще является просто посмотреть, как живут другие люди. Вот Гранд Кордон в своей книге, значит, «Будь одержим или будь как все», рассказывает, что он до сих пор ходит, когда приезжает в какой-то город, в любой стране, он ходит и смотрит дома за 50 миллионов долларов. Он говорит, «Я никогда не буду покупать, естественно, дом за 50 миллионов долларов, потому что инвестирую деньги, мне как бы интересно с них зарабатывать». Ну, это, конечно же, он говорит, потому что на самом деле, наверное, это глупо в его ситуации, он может не дорос до этого, но все знают, что если есть возможность, многие покупают достаточно такие вещи. Ну, вот он ходит и смотрит, и я считаю, что если вы не знаете, как заработать деньги, у меня один раз сработало вот про квартиру в Сити, я что начала делать? Я начала ходить и смотреть пентхаусы в Сити. Я ходила два месяца, смотрела, 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 и понимаете, в какой-то момент, в какой-то момент у меня произошло понимание, что я тоже могу это купить. Я не знаю, как это случилось, потому что до этого это просто было как мечта, это просто было как вот, не знаю, как какая-то такая история непонятная для меня, но вот в какой-то момент, когда произошло осознание, я и смогла заработать эти деньги. Очень важно ещё иметь это осознание в голове. Это прям у многих людей, они как-то чего-то хотят, но искренне не верят в то, что им это можно. И мне кажется, про это тоже это что-то есть, да, психологическое, что я не могу себе разрешить тратить так деньги, я не могу себе разрешить так жить, да. То есть это проблема очень многих. Я думаю, многих в голову, кто присутствует на эфире, квартира там или дом, за 2 миллиона долларов не помещаются в голову. Вот поставьте цифру 1, у кого не помещается. Реально, оцените себя, действительно ли вы ходили, уже что-то присматривали. Реально, не в ЦИА, не там, а физически посмотрели. Как вы к этому привыкаете? Насколько это у вас сейчас есть вот в целях, да? То есть я думаю, все хотят жить в красивом доме. Нет таких людей, которые не хотят. Но вот насколько ты уже примерил на себя и понял, что ты это можешь сделать, вот это, мне кажется, реальная тема, которая может вас сдвинуть с мертвой точки. Вот, поэтому я могу сказать, что это действительно влияет. Значит, друзья, кстати говоря, мы заготовили вам бонусы. Я вижу, что у нас уже там 5 минут до конца эфира примерно осталось. Значит, я бы хотела всем подарить, поскольку я считаю, что двигателем, конечно же, в успехе являются инструменты. И я бы хотела всем, кто присутствует на эфире, по паролю расстановки подарить 3 своих книги стоимостью 6 тысяч рублей еще шаблона для построения отдела продаж. Поэтому обязательно мне пишите пароль расстановки. Вот мой инстаграм. Юль, что ты можешь дать? Может, у тебя есть какие-то... Смотрите, давайте так. Вот мы сегодня много говорили про успех, про деньги, про достижения. У меня есть марафон, он 10 числа стартует через 8 дней. Он называется «Три шага к богатству». Я говорю про блоки. Прямо прорабатываем там часовые практики, расстановочные практики. Про блоки с точки зрения души и тела. Про блоки с точки зрения личности. Все эти вот родители, все эти сценарии. И про блоки с нашего физического тела. Он называется «Три шага к богатству». Вы можете прийти, написать мне, не знаю, уколово и получить его бесплатно в подарок. Вот этот марафон, который 10 числа стартует. Также однозначно могу вам сказать, вот здесь вот ты говорила про то, насколько мы можем двигаться, насколько мы можем дома покупать и квартиры. Здесь вопрос, опять же, энергетического поля. Насколько мы можем выдержать. Кто-то не может выдержать, не знаю, даже в азбуку вкуса зайти за маслом, да, потому что это и то дорого, потому что масло в пятерочке стоит, я не знаю, на 20 рублей дешевле. И вот здесь тоже очень важно качать свою энергию. И оно качается там медитациями, практиками, вот этими вот какими-то программами. У меня есть бесплатный чат, где мы делаем медитацию в 6.40 утра. У меня есть бесплатный чат, где мы стоим в планке, качая чакру Манипура. Тоже можете мне написать в директ. Я вам дам доступ и ко всем вот этим вот чатам, которые есть в Телеграме. Так что приходите, берите. То есть напишите мне, я хочу там бесплатные проекты. И у меня есть подкаст. Он у меня сегодня номер один в России по прослушиванию. Психологический подкаст о богатстве, ценности себя и престиже. Он тоже абсолютно бесплатный. Можете идти слушать. Там тоже очень огромное, 200 подкастов, 200 часов важного контента. Тоже можете идти слушать его. Тоже приходите, берите. Вот из того, что могу дать на сегодняшний день. Так, хорошо. Значит, мне нужно написать пароль «Расстановка». Юле нужно написать пароль «Уколова». Так, дорогие, только пишите мне здесь. В директ пишите. В личку. В личный директ. В подписанном. Да, личный директ. Ребят, ну, последнее, что хотелось бы сказать, что вот если некоторые пишут в регионах другие фантазии, там и так далее, я сама с Магадана. Это город 90 тысяч населения. Вот. Это абсолютно такой маленький город ужасный. Туда не ходят поезда. Там вечная мерзлота. Поэтому я могу сказать точно, всё возможно в этой жизни. И я достигла уже того, о чём даже не мечтала. У меня таких мечт не было в своё время. Я просто до оттуда не доходила. Вот. Поэтому каждый может быть любым. А для того, чтобы быть любым, любым, с одной стороны, нужно проработать с психологией, это Юле, с внутренними какими-то вещами. С другой стороны, со мной поработать для того, чтобы у вас были инструменты заработать деньги, а не только цели и желания и так далее. Да, поэтому мы вас приглашаем. Обязательно, обязательно пишите кодовые слова. И я могу сказать, что тогда станет всё возможно. Я вот, кстати, могу показать, где я сижу. У меня вот такой вот сад тут. Видите, так что всё это, как говорится, реально, всё это возможно. Давай я тоже скажу такое финальное. Знаешь, у меня есть любимая моя фраза. Вы должны помнить, что вы в этом мире вообще не просто так. Мы пришли не просто там посидеть на стульях, поесть еды. Мы пришли с какой-то важной миссией что-то миру дать. И когда мы попадаем в это состояние и помним, что мы даём какую-то важную энергию, вот о чём, Катя, ты говорила изначально, дайте, дайте, и тогда к вам придёт в ответ. И вот вспоминайте, что вы в этом мире для чего-то важного. И каждый из вас невероятная ценность. И у вас это та энергия, которая нужна миру. И когда вы это поймёте, вы начнёте это отдавать. И когда начнёте отдавать с пониманием, что больше ни у кого нет, оно начнёт в ответ приходить. Главное ценить себя и помнить это, и с этим вот идти в мир. А там остальное, оно прикладывается, смотрится. И главное проживать счастливо. В общем, благодарю. Кать, спасибо, что провели этот фир. Всё, пока. На связи, ага. Субтитры сделал DimaTorzok